В Дашкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Здравствуйте! В эфире передача «Дежурная часть». Криминальная хроника. Аналитические материалы правоохранительной тематики. Подробности уголовных преступлений, правонарушений или других событий, имеющих отношение к процессу нарушения закона. Обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в данном выпуске. Смотрите далее. Задержан мужчина, оставлявший закладки с героином. Незаконное хранение и распространение наркотических средств уголовно наказуемо. Неизвестного, снявшего деньги с чужой карты, сдал банкомат. Остерегайтесь мошенничества с банковскими картами. Сотрудники ГУВД города Ташкента проводят эффективную работу по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Оперативно-профилактические мероприятия, актуальные 15 дней, направлены на пресечение фактов хранения, избыта наркотических средств и сильнодействующих веществ. Так, сотрудниками оперативно-розыскной службы Мирзолугбекского района при проведении специальных мероприятий был задержан 25-летний Сардор. В ходе проверки у него обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств 9 пакетиков с веществом серовато-коричневого цвета со специфическим запахом, упакованные в специальные гипсовые шарики. Сардор был доставлен в ближайший отдел внутренних дел. Изъятые пакетики были отправлены на экспертизу. Согласно заключению, расфасованным веществом оказался героин, общим весом 2,5 грамма. В ходе беседы мужчина сообщил, что нашел объявление о работе в Телеграм. По данному факту, следственным отделом Мирзолугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 273. Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, равной их сбыт. Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие продолжается. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем того, как данный человек прятал что-либо и вел себя подозрительно, просим сообщить по номеру. 71-233-7147, 71-233-49-46, 71-206-42-54 или 102. О негативном воздействии синтетических наркотиков на организм человека известно многим. Употребление сильнодействующих веществ приводит к сильнейшей зависимости и пагубно влияет на функционирование центральной нервной системы. Но, несмотря на это, некоторые граждане приобретают подобные наркотические средства. 6 апреля в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в Алмазарском районе был остановлен мужчина, вызвавший подозрение своим поведением. В ходе проверки в присутствии понятых в кармане кофты были обнаружены и изъяты 10 пакетиков, а в кармане брюк – два пакетика с наркотическим веществом синтетического происхождения. После мужчина был доставлен в отдел внутренних дел. В ходе беседы 50-летний Бахадыр сообщил, что взял пакетики по локации для личного пользования, покупал, когда были деньги, и запасался впрок. В результате проверки было установлено, что мужчина спрятал в своей машине, еще 10 пакетиков с наркотическим веществом. По данному факту, следственным отделом Алмазарского района возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Некоторые граждане, употребляя сильнодействующие вещества, не задумываются о последствиях, как с точки зрения закона, так и влияния на организм. Они постепенно губят свое здоровье и свое будущее. 4 апреля текущего года в органы внутренних дел обратился заявление мужчина. Он сообщил о том, что неизвестными лицами с его пластиковой карты были сняты 700 тысяч сумм. По данному факту, следственным управлением ГУВД и город Ташкента было возбуждено уголовное дело по статье 169. Кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе следствия экспертами экспертно-криминалистического центра ГУВД Ташкента было установлено, что снятие средств с вышеуказанной пластиковой карты было осуществлено посредством банкомата. Камера видеонаблюдения, установленная в банкомате, зафиксировала лицо неизвестного. С целью установления личности видеозапись была передана экспертам в управление по борьбе с преступностью в сфере информационных технологий ГУВД Ташкента, где при проверке было установлено, что неизвестным лицом является 63-летний мужчина. Вскоре он был задержан. В ходе следствия было установлено, что мужчина нашел вышеуказанную пластиковую карту на улице и путем подбора пароля в банкомате снял деньги. Уважаемые граждане, напоминаем вам, подходите к выбору пароля карты со всей серьезностью. 4 единицы не самый надежный пароль, лучше заменить его на более сложную комбинацию. Будьте осторожны. Уважаемые жители и гости Ташкента, напоминаем вам, будьте бдительны, не делитесь данными своей банковской карты с посторонними, не вводите данные карты на непроверенном сайте, не переходите по ссылкам в сообщениях, отправленных от неизвестных лиц. Никому не сообщайте секретные коды своей карты, даже если вам якобы звонят с банком. Будьте осторожны. Звонок из банка даже для настороженного человека может оказаться очень опасным, поскольку преступники хорошо научились манипулировать и лгать. Здравствуйте! Меня Виктор зовут. Я вас слышу. Служба безопасности, приложение Клик. Сейчас вам поступит смс-уведомление от нашего страхового партнера Paynet на подтверждение вашего страхования. Сейчас проверьте, пожалуйста, смс от Paynet поступило, 6 цифр у вас должно быть в смс? Да. Да, да, вот. 6 цифр также задавайте, я их в систему укажу. Самое первое, что вам стоит сделать, если вам позвонили якобы из банка или же других платежных систем и пытаются узнать ваши данные или данные ваших пластиковых карт, положите трубку. Запомните, сотрудники банков и других платежных систем не имеют права спрашивать ваши данные. Вся необходимая информация у них уже есть. Сегодня важно уметь защитить данные ваших банковских карт. Помните, срок годности карты, личные данные и все коды из смс нельзя сообщать никому и никогда, кто бы вас не попросил. Еще одним распространенным видом мошенничества является создание фальшивых сайтов, например, государственных сайтов о помощи нуждающимся, или же создание фейковых ссылок о проведении конкурса или в получении выигрыша, а также поддельные сайты банков для получения беспроцентных онлайн-кредитов. Пора научиться не верить всему, что есть в интернете и не переходить по сомнительным ссылкам от незнакомых людей. Неважно, как вас пытаются в этом убедить, не делайте этого. А если все-таки случайно перешли, ни в коем случае не вводите пароли и данные банковской карты, даже если страница очень похожа на сайт или страницу вашего банка. Лучше изначально проверьте подлинность информации на официальном сайте. Вам предлагают вложить деньги под большой процент, чтобы увеличить свой капитал в кратчайшие сроки в несколько раз, то есть заняться трейдингом. Не верьте этому. Ни в одной стране мира нет таких условий и процентов, которые увеличат ваш доход за несколько часов. Прежде чем соглашаться, обсудите этот вопрос со знающими людьми. Не верьте мошенникам, которые, прикрываясь различными уловками, в корыстных целях обманывают доверчивых граждан и предлагают быстро заработать большие деньги. Это все обман. Гаджеты научили нас делать привычные вещи по-новому, не задумываясь о безопасности. Пора запомнить, как защитить себя от обмана. Никому не передавайте данные банковских карт, как бы вас не убеждали, особенно коды из СМС. Прежде чем верить рекламе в интернете и участвовать в различных розыгрышах, убедитесь, что сайт подлинный и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои данные незнакомым людям. Не переводите никакие деньги посторонним, даже если ваш собеседник выглядит убедительно и обещает вам большую прибыль. Не верьте им, позаботьтесь о себе и о своих близких в жизни и онлайн. Сегодня на этом все. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новостей, а также телеграм-канал начальника ГОДы Ташкента. Берегите себя и близких. Ташкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...